В последние дни настроение у кондукторов задумчивое. Слухи о повсеместном внедрении мини-роботов у особо впечатлительных ассоциируются с биржей труда. Пока единственный на сегодня экспериментальный автобус 2Е готовится к рейсу, кураторы проекта объясняют главное преимущество считывающего устройства. По большому счету, думаю, мы с вами пойдем посмотрим в автобусе. На каждой площадке имеется один считыватель. Где бы вы ни стояли, в принципе, на расстоянии выйдет от руки, есть возможность добраться до считывающего устройства и оплодить свой проезд. Действительно, на одного настоящего кондуктора в салоне целых три электронных. Легким нажатием кнопки Наталья Шестакова сгружает виртуальную выручку. В первые две недели работы устройство принесли перевозчику около 37 тысяч рублей. Наталья Николаевна существенно больше. Трехлетний стаж работы подсказывает ей, что если убрать кондуктора, каждый третий пассажир будет ехать с зайцем. Поэтому к такому повороту событий транспорт не готов. Я думаю, что не придет. К этому мы не придем. То есть сознательности у нашего народа еще нет, что поплачивать. Но вообще-то я без работы остаться не боюсь. На самом деле полностью переходить на бескондукторную систему Краснодары не планируют. Причин тому несколько. Во-первых, транспортной картой пока что пользуются только 20% пассажиров. В будущем планируют перевезти на карточки и льготные категории граждан. Но для этого нужны соответствующие поправки в законе. Гораздо раньше получится приучить весь общественный транспорт к обслуживанию электронных карт. Но при этом полностью отказаться от наличного расчета все равно не получится. Просто транспортная карта будет более лояльна по отношению к стоимости проезда, потому что там планируются и скидки, и человеку будет более эффективнее с позиции финансовых своих затрат купить транспортную карту, нежели платить наличность постоянно в общественном транспорте. А значит, робот-новичок, кондуктору не соперник, а напарник. Даже план выручки у них общий. В будущем ноу-хау поможет оптимизировать работу. К примеру, бросить дополнительные силы в часы пик, там, где одному кондуктору не успеть. А в те смены, когда курсирует полупустой транспорт, обойтись и вовсе электронным коллегой. С маршрутами, которые усилят новым оборудованием, еще предстоит определиться. А пока до конца года считывающими устройствами оснастят все автобусы 2Е в рамках пилотного проекта. Наталья Ястребова, Евгений Гирник, Юрий Клочинов, телекомпания «Краснодар». Продолжение следует...